В первую очередь сегодня вопрос уже, знаете как, для того, чтобы решить вопрос Карабаха, нужно в первую очередь решить вопрос Армении, потому что Армении это... Это все понятно, все мы знаем, но конкретно, видение вашего... То есть конкретно видение... Что дело с Карабахами? Я слышал несколько разных этих, значит, скажем, российская сторона говорит, да вы что, мы под Краснодаром делаем вам хороший городок, переезжайте, живите там. Нам это не нужно, я Карабахский. Никому это не нужно, я вот обследовал всех. Можно я отвечу? Могу я. Микрофон, если можно, да. Давайте, у нас немножко дефицит с микрофоном. Значит, первое, ну этим более глубоко занимаюсь я, Георгий Варкян, его задача... Через все слова. Да, через это, его задача это обменение, как он правильно и говорит, да, поэтому я попробую вам ответить. Первое, нам необходимо сохранить все структуры Карабахской власти, которые есть в Армении. Значит, забегая вперед, скажу, есть открытая часть этой работы, и есть закрытая, про которую я здесь говорить не буду. На прошлом. Да, поэтому скажу только про открытую часть. Второе, необходимо дать статус беженцам Карабаха и сформировать их организационно, поставить, как положено, у беженцев, какой-то комитет, который, скорее всего, будет синхронизирован и с властью Карабаха. Третье, мы должны на всех международных уровнях добиться, чтобы вот этих представителей, именно Карабахцев, да, могли их высушить, их не аргументы и так далее. То есть работа внутри страны и вне страны. Это я говорю про открытую часть. Самую трудную часть мы должны понять всем нашим народам, и особенно Карабахцам, что они должны хотя бы заявить, что они обязательно должны вернуться на свои территории. И постараться, если нам удастся туда вернуть хотя бы тысячу человек, это будет большой прорыв. Закрытую часть мероприятий я говорить не буду, но вы и поверьте, есть четкое понимание, есть четкий план. Если сейчас армянская власть, как говорит Пашинян, что существование Карабахской структуры является угрозой национальной безопасности, он в этот лишний раз говорит о том, что эти люди ничего не понимают в геополитике. Наоборот, наоборот, расформирование Карабахской структуры есть угроза национальной безопасности Армении. Ровно все наоборот. Понимаете? Если они сейчас это сделают, значит мы будем думать с вами вместе все. Значит будем это создавать в другом месте эти структуры. То есть мы должны, вот как раз наше движение, одно из целей, это сделать все. Если там, извиняюсь, предательская власть Карабахская, я имею в виду в данном случае, который тут же на второй день подписал указ о расформировании структуры, я вообще такого не видел. В истории не надо, даже у азербайджанцев надо брать пример. 30 лет в Баку существовало, да, Карабахское руководство с азербайджанской стороны. Помните? 30 лет существовало. Мы даже своего врага, например, не можем взять. Поэтому мы будем думать, как эту власть сформировать в другом месте. Все равно этот вопрос мы будем держать обязательно. Ну если хотите топором и над азербайджаном, мы еще и применяем ту закрытую часть, которую нам я здесь не говорю. Поверьте, вернуться туда вполне возможно. Но нам надо работать день и ночь, работать и работать. В первом приближении я доволен. В первом приближении. А во втором? Это мне вопрос.